Геннадий Медовник живет в доме Падемидова, 25, с 85-го года. Говорит, раньше с соседями конфликтов не было. О том, что на прилегающем участке идут строительные работы, знал, но отнесся к ситуации с пониманием. Услышал стуки по стене, заглянул, говорю, вы что делаете? Мы тут укрепляем стену. Ну, я посмотрел, ко мне в стену вбиты колышки были с арматуры. Ну, укрепляешь, ладно, укрепляй. Он рассказывает, даже не задумывался о том, что строительные работы могут вызвать разрушение. И в момент обвала части стены даже подумал, что началось землетрясение. Слышал что-то такой, звук обвал и трухануло диван. То есть я сидел на диване. Я дочке кричу, дочь выбегая, видимо, землетрясение началось, чтобы не стать там жертвами этого обрушения, грубо говоря, крыши, да. Выбежали на улицу, вроде смотрю, все нормально, люди, никто не паникует, никто не бегает, не кричит. Позже выяснилось, причиной обвала стали не колебания земной коры, а попытка вбить в бутовый массив очередной металлический стержень, уверяют жители дома. Впрочем, соседи открещиваются от причастности к обрушению стены и обвиняют самих владельцев в доведении дома до аварийного состояния. Обвинение Геннадий Медовник категорически отвергает. Говорит, по мере возможности поддерживал дом в надлежащем состоянии. Относительно недавно произвел фасадную отделку, а вот строительные работы на соседнем участке с ГАСКом согласованы не были, уверяет мужчина. И эти слова подтверждают в Государственной архитектурно-строительной инспекции. По адресу Демидова, 23, это у нас Ленинский район, инспекции в реестре выданных разрешений, зарегистрированных деклараций, такого объекта у нас не зарегистрировано, заказчик к нам не обращался. В ближайшее время Демидова, 23 посетят сотрудники ГАСК. Если они установят факт проведения несогласованных с инспекцией ремонтных или строительных работ, то заказчику как минимум придется уплатить штраф, поясняет Дмитрий Козлов. Штраф накладывается в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях. И в зависимости от категорийности объекта размер штрафа колеблется от 4 тысяч и до 8,5 тысяч гривен. Сейчас люди, проживающие по Демидова, 25, не уверены в своей безопасности. Говорят, живут в постоянном страхе дальнейшего обрушения конструкций дома. Владимир Сорокин, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Программа «Наше время».